Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу рассказать вам о своих новых покупках. И речь пойдет о нитках Sunbest, Lisbeth и DMC. Начну я с ниток Sunbest. Я заказала 4 катушки в 6 нитей и одну катушку в 4 нити. Каждая катушка была упакована вот в такой целлофановый пакетик и на нем по мастерам просто написан номер цвета. На самой катушке никаких обозначений нет. Это конечно же не очень удобно. Хотелось бы чтобы здесь был прописан номер цвета, но это решается очень быстро. Можно самостоятельно себе здесь сделать нужную пометку и таким образом быстро понимать, если нужно заказать точно такой же цвет, какой же цвет заказывать. Для 6 нитей в описании четко написано, что в катушке 500 метров. Для 4 нитей, к сожалению, этой информации я нигде не нашла. Есть только вес, но по весу все равно не совсем понятно, сколько же здесь в намотке. Чисто визуально выглядит, что катушки достаточно похожи по объему, но за счет того, что нить вот эта в 4 ниточки, она сама по себе тоньше, то мне кажется, что здесь как минимум здесь 500 метров есть. Но сколько на самом деле, повторюсь, я не знаю. Заказывая 4 катушки в 6 нитей, я ожидала, что нить будет одинаковая. Но, к моему удивлению, нить не одинаковая и толщина ее плотность зависит от цвета. Самая толстая и плотная нить это вот эта нить золотого цвета. Далее идет серебряный цвет. Чуть-чуть меньше получился образец. А вот голубой и коричневый образец, они заметно меньше, чем вот, сравнивая с золотым. И на ощупь такое ощущение, что вот эта нить, она даже чуть-чуть мягче. Она все равно плотная по сравнению с другими нитями, например, с Ариана Вега. Но, сравнивая с той же самой маркой Сан Пест, но в золотом и серебряном цвете, вот эти два цвета более мягкие. Вот этот образец, это четыре нити. Здесь логично, он получился меньше. Еще у меня есть вот такой образец. Это тоже Сан Бест, 6 нитей. Я сама не заказывала эти нитки. Это мне прислала немного ниток на пробу одна из моих знакомых. Так вот, в черном цвете Сан Бест в 6 нитей, вообще как, ну я не знаю, не как камень, конечно, но очень плотный. По сравнению с вот этой плотной золотой нитью, черная прям кажется, что залито клеем. И, как вы можете видеть, по размеру черный цвет чуть-чуть меньше, чем золотой. Поэтому, если вы заказываете нитки Сан Бест, учтите такой нюанс. Толщина и плотность нити у разных цветов может отличаться. Еще один интересный момент, на который я обратила внимание, это то, что голубой и вот этот коричневый цвет на самом деле неоднородный. Если приглядеться, то каждая ниточка, она состоит из двух цветов. Здесь есть серебряный цвет и голубой. А коричневый цвет состоит тоже из двух. И здесь присутствует черный цвет и коричневый. На фото я на это не обратила внимание и думала, что цвет будет однородный. Как вы можете видеть, я достаточно активно занялась тестированием этих ниток. Я уже выполнила много браслетов, есть готовые серьги, есть вот такие заготовочки. Еще я их не оформила в готовое изделие. А вот эти серьги я сейчас разыгрываю в своем инстаграм аккаунте. И на момент выхода видео, я думаю, мы уже будем знать имя победителя. Также мои работы можно приобрести через мой Etsy магазин. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Работая с нитью Sunbest, обратите внимание на то, что эта нить достаточно быстро и легко раскручивается. Вот у меня здесь есть несколько примеров. Видно, что игла у меня была вот в этих местах. И практически до этого места кончик вот здесь легко раскрутился. В одном из своих предыдущих видео я уже обращала на это внимание и говорила, что необходимо это учитывать, когда вы рассчитываете какой длины оставить хвостик. А к моменту съемки этого видео я уже нашла способ, которым я для себя эту проблему решила. Я сейчас выполняю вот такую цепочку из комбинированных колец. И так как это комбинированные кольца, то мне постоянно приходится хвостик вытягивать из иглы и заправлять обратно в иглу. И как вы можете видеть, у меня здесь распустилась буквально пару сантиметров. И все. Вся остальная часть она не распустилась. Это потому, что вот здесь я нить зафиксировала клеем. Сейчас я покажу, как я это делаю. Вот у меня здесь есть кончик нити. Она немного уже распустилась. Использую я вот такой клей. Он прозрачный. И буквально пару капелек я наношу на нить. Даю клею высохнуть. Когда клей высохнет, на ощупь этот участок чувствуется. И даже я попытаюсь согнуть нить. Вы можете видеть, что вот здесь, где был нанесен клей, вот нить не сгибается. Через иглу нить все так же проходит. Поэтому ее можно использовать. Вот такой маленький лайфхак поможет нам рационально использовать нить. Следующие нитки, о которых я хочу поговорить, это вот такие нитки DMC. Как вы видите, я еще не открывала эту катушку. Поэтому буду пробовать сейчас вместе с вами. На самой катушке написано, что эти нитки для вышивки. Но в онлайн-магазине, где я покупала эти нитки, они были в той же самой категории, что и нитки Lisbet. И якобы они подходят для фриволете. Вот поэтому я их взяла, хочу попробовать. Катушка очень маленькая. Здесь всего лишь 35 метров. Поэтому по сравнению с Sunbest, это, честно говоря, очень невыгодная покупка. Но хочу их все-таки попробовать, чтобы было свое собственное мнение, подходят эти нитки для меня или нет. Нить тонкая, чуть тоньше, чем 4 нити Sunbest. Состоит из трех скрученных ниточек. Для начала попробую использовать ее с иглой номер 7. Итак, я выполнила образцы иглой номер 7 и иглой номер 8. Посмотрите, насколько они меньше, чем Sunbest в 4 нити. Кстати, было бы очень интересно сравнить DMC с Sunbest в 3 нити. Сейчас я как раз жду новый заказ. И там будут эти нитки. Поэтому, как только я их получу, я обязательно сделаю сравнение DMC и Sunbest в 3 нити. По размеру выполненный мотив 7 и 8 иглой отличаются не намного. Конечно, вот этот чуть-чуть меньше. И я могу сказать, что по соотношению толщины иглы и толщины нити восьмерка здесь более правильная игла. То есть узелки выглядят более ровными. Семеркой тоже можно работать. Не могу сказать, что мне не понравилось. Но при этом узелки получаются... Как это правильно сказать? Я, например, вижу разницу, что вот этот узелок, он менее заполнен нитью, чем вот здесь. То есть, очевидно, узелки меньше при выполнении иглой номер 8. У DMC нить раскручивается точно так же, как и у Sunbest. Я думаю, что эту проблему также можно решить при помощи клея. В принципе, эти нитки мне нравятся. По качеству они хорошие. Работа получается плотная. Что мне однозначно не нравится в этой нити, это соотношение цены и количество нити в катушке. То есть, вот эта маленькая катушка в 35 метров стоит 3,25 евро. В то время как Sunbest катушка в 500 метров стоит где-то 11 долларов. И чтобы было понятно, что такое 35 метров, вот на вот эти серьги у меня в сумме и на синюю часть, и на серебряную часть у меня ушло примерно 20 метров. В этой катушке 35 метров. То есть, одна катушка это, по сути, одна относительно небольшая пара сережек. Следующие нитки, про которые я хочу поговорить, это Lise Metallic. Я заказала размер номер 20. И шли они вот в таком пакетике. Вот таким образом. Я их уже раскрыла, опробовала. И хочу обратить ваше внимание, что здесь сзади написано, что эти нитки лучше использовать с специальным держателем этой же фирмы Lisbet. И когда я начала использовать эти нитки, я поняла, почему держатель нужен. Потому что смотрите, что происходит с клубком. Он просто моментально рассыпался. И я, если честно, даже не знаю, как их дальше использовать. Надо их держать, в общем, в каком-то действительно держателе, чтобы они вот просто этот клубок не развалился. По плотности мне нить очень нравится. Хвостик здесь тоже распускается. Не так быстро, как при использовании Sunbest. Но я бы тоже его здесь зафиксировала. Кстати, нить состоит, как и Sunbest, из шести ниточек. И по размеру, в принципе, эти две нити, вот конкретно с вот этим серым цветом, при использовании Sunbest совпадают. И по плотности, мне кажется, что Lisbet немножко плотнее, чем Sunbest. Опять-таки сравниваю с серым цветом. Если сравнить с Sunbest в черном цвете, то Sunbest более плотный. Единственный нюанс при работе с этими нитками заключается в том, что нить от работы к клубку достаточно быстро начинает крутиться. Поэтому работу приходится раскручивать, чтобы было более комфортно работать. Так, по качеству мне нитки нравятся. Ну, не нравится вот эта вот непонятная ситуация с разваливающимся клубком. Мне кажется, можно было скрутить нитки более качественным образом. Например, изменить форму этого клубка. То есть, сделать катушкой, как Sunbest, чтобы нитки так быстро уже не раскручивались. Потому что это просто бесформенное какое-то... Не знаю, как это назвать. В общем, мне нравится мне это. По намотке здесь 160 ярдов. Это примерно 146 метров. И такой клубочек стоит 4 евро 58 центов. Что тоже по сравнению с Sunbest не очень выгодная цена. Мой сегодняшний обзор подходит к концу. И я расположила образцы таким образом, чтобы сверху указать вам номера цветов. Для лучшей наглядности. Также хочу еще раз озвучить, что я думаю по поводу плотности и толщины нити. Наиболее толстая нить в золотом цвете. Поэтому мотив больше остальных. Далее идут серебряный и черный цвета. И затем идут голубая и коричневая нить. Этот светло-золотой мотив выполнен из четырех нитей. Поэтому мотив меньше остальных. По плотности же на первом месте стоит черная нить. Далее идут золотая и серебряная. И затем идут голубая и коричневая. Четыре нити у меня есть только в одном цвете. Поэтому сравнить я пока их не могу с другими цветами. Что касается Lisbeth. То по плотности это что-то... Я бы сказала чуть-чуть плотнее, чем золотая и серебряная нить. Но недостаточно плотная, чтобы быть такой, как черная нить. А по размеру Lisbeth в принципе вписывается вот к этим цветам. Также у нас сегодня в обзоре была нить DMC. Я выполнила два образца. Этот выполнен иглой номер восемь. А этот выполнен иглой номер семь. Ну и соответственно восемь немножечко меньше, чем выполненный иглой номер семь. По плотности DMC похоже на Sunbest в четыре нити. Я надеюсь этот обзор был вам интересен. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok